МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекордный рубеж в 4 тысячи тонн зерна перешагнул Игорь Гаврик, комбайнер УАО Крошин. Какой должна быть абсолютно безопасная парикмахерска, расскажем в нашем материале выпуска. В Брестской области к началу учебного года капитально отремонтируют 22 школы. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». В соответствии с планом подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению в 2023-2024 учебном году с 5 по 25 августа 61-я истребительная авиационная база принимает участие в оперативно-тактических учениях ВВС и войск ПВО. Во время занятий авиационные эскадрильи опробуют новые приемы и способы ведения боевых действий с учетом анализа проведения специальной военной операции вооруженными силами России в Украине. Также будут отработаны перехват скоростных воздушных целей, нанесение ударов по объектам условного противника и тренировки пилотов в выполнении элементов сложного пилотажа при ведении воздушного боя на территории полигона «Ашулук» Российской Федерации. В Брестской области продолжается массовая жатва. У этой уборочной есть свои герои. Рекордный рубеж в 4000 тонн зерна перешагнул Игорь Гаврик. Комбайнер УАО Крошин. Его коллега Вячеслав Трус уже водитель-шеститысячник. Убрать зерно вовремя и без потерь – это требование президента Беларуси Александра Лукашенко к аграриям. В планах собрать 10 миллионов тонн зерна. Труженики Брестской области в этом году демонстрируют хорошие результаты. Первым в регионе более 4000 тонн зерна намолотил Игорь Гаврик из сельхозпредприятия «Крошин» Барановического района. Его коллега, который трудится в этом же хозяйстве, Вячеслав Трус, перевез в регионе первым более 6000 тонн зерна. В целом на Брещене уже 465 экипажей комбайнеров намолотили более 1000 тонн. Свыше 2000 тонн – 27, более 3000 тонн – двое. В Брестской области уже убрали 91% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Аграрии намолотили 1 млн 218 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 38,4 центнера с гектара. Столинский район первым завершил уборку. Приближаются к окончанию жатвы Малорицкий – 99%, Ивановский – 98% и Пружанский – 97% районы. Есть три района, которые перешагнули 100-тысячный рубеж по намолоту. В Барановическом районе валовый сбор зерна – 136,1 тысяча тонн. Далее идет Пружанский район, там намолотили почти 135 тысяч тонн. В Каменецком имеют почти 105 тысяч тонн зерна. В лидерах по урожайности Ляховический район, где в среднем с одного круга получают 50 центнеров. Следом идут Барановичский – 46,7 центнеров с гектара. И Брестский – 46,5 центнеров с гектара. В Брестской области жатву завершили 95 хозяйств из 186. Идет переброска комбайнов, техника для отвозки зерна, для уборки соломы. Друг другу хозяйства помогают, планируется убрать урожай до конца недели. К слову, в Брестской области уже начали сев азимово рапса. Аграрии освободили поля от соломы, после чего приступили к пахоте. В Брестской области вспахали 55 тысяч гектаров или 78% к плану. На 30 тысячах гектаров подготовлена почва под сев азимово рапса. Обеспеченность семенами – 93%. Параллельно приобретаются также гербициды. В этом году в регионе подняли планку по посевным площадям. На 5 тысяч гектаров будет больше. Азимы рапс предстоит посеять на 70 тысячах гектаров. Прегламент в Брестской области сев азимово рапса должен быть проведен с 5 по 22 августа. Первыми начали в Вацевичском районе. Там 165 гектаров уже посеяно. Эстафету приняли Ивановские – 203 гектара и Ганцевичские – 129 гектаров районы. Следом за рапсом в регионе начнут сеять азимую сурепицу. В первых числах сентября наступят оптимальные сроки для севоозимых зерновых культур, колосовых, в первую очередь пшеницы и ячменя. Пилотный проект по скринингу новорожденных на первичный иммунодефицит стартовал с 1 августа в Брестской области. Обследование предполагает ранее выявление новорожденных с тяжелой жизнеугрожающей патологией. Сейчас для таких малышей доступно эффективное лечение. Ранее диагностика предотвращает серьезные последствия ПИД. В исследовании участвуют Брестский областной роддом, Брестская детская областная больница, Брестский областной кожевый диспансер, роддом Кобринской центральной районной больницы. Ежемесячно на ПИД будут обследованы 300-500 новорожденных детей Брестской области. Первый регион выбран в качестве региона для продолжения реализации скрининга в связи с высокой частотой выявляемости заболевания. Парикмахерские салоны красоты – места, где люди стремятся выглядеть лучше. Однако, помимо эстетической стороны вопроса, важно обеспечивать безопасное и гигиеническое пространство для посетителей и работников этих заведений. Какой должна быть абсолютно безопасная парикмахерская, расскажем в нашем материале выпуска. Специалисты Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии в июне-июле текущего года провели контрольно-надзорное мероприятие в отношении парикмахерских, расположенных на территории города. В ходе проверок выявлены нарушения, не только требующие финансовых вложений, таких как ремонт, но и нарушения текущего характера. Несоблюдение при оказании парикмахерских услуг, требований дезинфекции, сроков годности, установленных производителем при хранении и использовании парфюмерно-косметической продукции. Несодержание в чистоте оборудования помещения объекта. И это еще не все недостатки. У некоторых работников, участвующих в оказании услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу и волосы потребителя, не своевременно пройден медицинский осмотр. По результатам контрольно-надзорных мероприятий также выявлены факты непроведения государственной санитарной гигиенической экспертизы в порядке, установленном актами законодательства, и невыполнение производственного контроля, в том числе лабораторного. Чаще всего, когда мы приходим в салон красоты, единственное, о чем мы переживаем, это получится ли сделать хорошую прическу, удачный маникюр и педикюр. И сколько за это придется заплатить. Однако при проведении прикмахерских и косметологических процедур можно подхватить различные инфекции. Заболевания могут передаваться через общие загрязненные многоразовые инструменты. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в адрес субъектов хозяйствования направлены предложения об устранении от работы лиц, не прошедших медицинские осмотры, предписания об устранении нарушений, направления на обучение лиц, не прошедших гигиеническое обучение. За невыполнение производственного лабораторного контроля юридические лица и индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Сроки выполнения предписания находятся на контроле в Баранчевском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Чтобы избежать неприятностей, связанных с посещением мастера-парикмахера или косметолога, в первую очередь нужно обратить внимание на следующие моменты. В зале должна быть комфортная температура, хорошее освещение, своевременно и качественно проведена текущая уборка. Если санитарное состояние помещения неудовлетворительное, то высоко вероятно, что персонала не соблюдает и другие санитарно-эпидемиологические требования. Правила парковки на контроле госавтоинспекции Барановичей. Сотрудники отдела ГАИ ГУВД обращают внимание горожан на места стоянки возле Пальевского рынка. На выходных здесь особенно оживленно. Водителям не следует оставлять транспорт в полосе движения в переулке Клубном, который начинается от улицы Фроленково со стороны Полесского рынка. Стоящий транспорт ограничивает видимость и образует заторы, поэтому проехать по переулку проблематично, особенно в дни активной торговли. Запрещена стоянка и под путепроводом. Периметр обозначен желтыми полусферами. Рядом с тротуаром установлено дорожное ограждение. По инициативе ГАИ при съезде с путепровода справа появились сигнальные столбики. Они запрещают проезд авто на стоянку рынка с улицы Фроленково и обратно через пешеходную дорожку. Замена оконных блоков, обновление стадионов, ремонт кровель и фасадов. В белорусских школах идет активный ремонт перед скорым началом нового учебного года. В Брестской области к 1 сентября капитально отремонтируют 22 школы. В Брестской области в текущем году на укрепление материальной и технической базы учреждения образования направят свыше 86 миллионов рублей. По сравнению с 2023 объемы финансирования увеличили более чем на 15 миллионов. Сообщила начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. Проведение капитальных ремонтов, включая изготовление проектно-сметной документации, предусмотрено в 79 учреждениях образования. В их числе и 22 школы, в которых работы должны завершить до начала учебного года. В областном бюджете для капремонтов учреждения образования зарезервировано свыше 24 миллионов рублей. В первую очередь выполняется ремонт кровель, теплосетей и других коммуникаций. Работы ведутся на спортивных площадках, отметила Наталья Калиновская. Работы по текущему ремонту в рамках подготовки учреждения образования к новому учебному году запланированы в 858 учреждениях. На эти цели в областной казне предусмотрено 46 миллионов 700 тысяч рублей. Параллельно для учреждения образования приобретают новое оборудование и технику школьные автобусы. Например, за счет местных бюджетов обновят 37 компьютерных классов. Отдельное внимание уделяется переходу школ на новые принципы питания. Продолжается закупка для пищеблоков дополнительного оборудования. Как рассказала Наталья Калиновская, сейчас активно идет приемка учреждения образования к новому учебному году. С 1 августа началось подписание паспортов готовности. До 20 августа они все должны быть оформлены. В центре внимания также наличие школьной формы. Ожидается 16 500 первоклассников, а всего учащихся более 172 тысяч. В Брестской области в сфере образования трудится 56 500 человек, в том числе 31 800 педработников. В этот коллектив вольются более 600 молодых специалистов. Католические верующие сегодня празднуют преображение Господня. Согласно Евангелию, в конце своей земной жизни Иисус Христос открыл ученикам, что Ему надлежит пострадать за людей, умереть на кресте и воскреснуть. Он привел трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор, где преобразился перед ними. Лицо его просияло, одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета – Моисей и Илья – явились перед Иисусом на горе и беседовали с ним. А голос Бога Отца из светлого облака, синившего гору, свидетельствовал о божестве Христа. Преображением на горе Фавора Иисус Христос показал ученикам славу своего божества, для того, чтобы они во время его грядущих страданий не поколебались в вере в Него, Единородного Сына Божьего. В некотором смысле праздник преображения связан и сопоставим с ветхозаветным праздником освящения плодов. На Востоке к началу августа поспевали злак и виноград, которые верующие переносили в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин